Наринмар вслед за округами за Полярным районом перешел на однолетний бюджет. Проект решения об отказе от трехлетнего планирования финансового документа в Совет городского округа внесла мэр. Решение депутаты утвердили на очередной сессии. Кроме того, что бюджет Наринмара станет однолетним, изменится и срок его внесения на рассмотрение депутатским корпусом. Глава города должна сделать это не позднее 25 ноября. В этот же срок проект городской казны предоставляется и в контрольно-счетную полозу Наринмара. Предусматривает проект решения и некоторые исключения. Предлагается установить, что в 2015 году проект городского бюджета разрабатывается и утверждается только на 2015-2016 год. Исключение коснется прогноз социально-экономическое развитие города Наринмара и основных направлений бюджета и науковой политики, которые разрабатываются на следующий год. Кроме того, на сессии депутаты утвердили решение о внесении изменений в положение о почетном гражданине города Наринмар. В совет городского округа поступило обращение с просьбой рассмотреть вопрос о существующем дисбалансе в ежемесячных социальных выплатах, установленных почетным гражданам муниципальных образований округа. Разница между выплатой почетному гражданину города Наринмара и почетному гражданину Заполярного района отличается более чем в два раза – 2000 рублей и 5000 рублей соответственно. Учитывая столь высокую разницу в суммах, депутаты решили, что необходимо пересмотреть размер ежемесячных социальных выплат почетным гражданам Наринмара в сторону увеличения до 5000, как в Заполярном районе. Настоящее решение вступит в силу 1 января 2016 года. Кроме того, Горсовет утвердил квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города и изменения в положение о муниципальной службе, согласно которой муниципальные служащие получили право на дополнительное профессиональное образование за счет городского бюджета. Повышение квалификации муниципального служащего, согласно положению, должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Кроме того, депутаты Горсовета приняли решение о переименовании памятника участникам локальных войн и вооруженных конфликтов на памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Кроме названия, памятник частично сменит облик. На его тыльной стороне разместят дополнительное изображение в виде трех птиц в бронзовом исполнении.